МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Диалог. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в центре внимания миграционная политика приграничной Гомельщины. Знакомьтесь с моей гостьей и присоединяйтесь к разговору. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проходила службу в отделе внутренних дел администрации железнодорожного района Гомеля. С 2014 года работала на различных должностях в Управлении по гражданству и миграции Милиции и общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. С апреля 2019 года начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облсполкома. Свои вопросы Ирине Литвиновой прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Ирина Анатольевна, добрый день. Рад видеть в студии программу «Диалог». Добрый день, Александр. В должности начальника управления по гражданству и миграции вы всего несколько месяцев. А вот для ведомства «Человек не новые», какие задачи сегодня ставите и перед собой, и перед своей командой? Ну, в первую очередь, я бы хотела поблагодарить своих предшественников за тот накопленный опыт, очень положительный, который они мне передали. И в свою очередь, я бы хотела его преумножить. И ставлю в первую очередь перед собой задачу, чтобы подразделения наши работали для граждан, создавали максимально комфортные условия, а у граждан, соответственно, позитивное мнение сложилось о нашей службе. Пусть у вас все получится. Итак, детальный разговор о деятельности управления по гражданству и миграции нам предстоит в ближайшие 40 минут. Подключайтесь к диалогу и вы. Ну, а прямо сейчас, по традиции программы, короткий обзор событий новой недели. На этой неделе в регионе пройдет совместная выставка работ живописи Гомельского областного отделения Белорусского союза художников, посвященная Году Малой Родины. 28 мая во вторник в регионе пройдут торжества, посвященные Дню Пограничника. Последние звонки для учеников 9-х и 11-х классов пройдут в школах Беларуси 30 мая. Затем школьников ждут экзамены и выпускные вечера. В Рогачеве в четверг состоится большой детский праздник «Солнце в ладонях». Республиканский митинг-реквиум на мемориале детям-жертвам войны, посвященный Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня в агрогородке Красный берег Жлобинского района. А в Гомельском городском центре культуры в эту субботу состоится бал православной молодежи. В воскресенье 2 июня во Дворце культуры фестивальной Гомеля пройдет турнир по спортивным бальным танцам «Майский вальс». Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость в студии, начальник управления по гражданству и миграции ВД обл. полкома Ирина Литвинова. Ирина Анатольевна, какое из событий анонса предстоящей недели вам показалось наиболее интересным? Вы знаете, мне все события показались очень интересными. На любой вкус? Абсолютно. Если каждый захочет как-то уикенд свой разнообразить, он, безусловно, найдет, куда сходить и на что обратить свое внимание. Самое главное правило, если это событие вдруг будет проходить за границей, друзья, не забывайте паспорт. Кстати, мне подсказывают режиссеры, у нас есть первый звонок эфира. Предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана, и я из Гомеля. Ваш вопрос. Я хотела бы уточнить у Ирины Анатольевны про электронную регистрацию. Слышала от знакомых, что иностранные граждане теперь могут регистрироваться через интернет. Действительно ли это так? Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Спасибо за звонок. Да, действительно, у нас со 2 января 2019 года на едином портале электронных услуг введена такая услуга, как электронная регистрация. Ну, прежде всего, хотелось бы рассказать о преимуществах. Если раньше иностранный гражданин для оформления регистрации должен был прийти лично в подразделение по гражданству и миграции, то сейчас этого можно не делать. При пересечении государственной границы в пункте пропуска, если он имеет телефон, компьютер с доступом в интернет, он создает личный кабинет, регистрируется, заходит на сайт портал gov.by и оформляет электронную регистрацию. Причем она оформляется бесплатно, что тоже дает существенное преимущество. Это делается очень быстро, легко. Как правило, гражданам нравится. Мы стараемся популяризировать эту услугу. Еще один шаг к комфорту, про который мы говорили. Конечно, да. Чтобы в нашей стране нравилось иностранным гражданам, а не стремились сюда приехать еще и еще. Итак, приграничная Гомельщина. Жители каких стран чаще всего выбирают наш регион для постоянного и временного местожительства? Ну, вы правильно сказали, Александр. Именно приграничная. Потому что наличие государственной границы с Российской Федерацией и Украиной делает наш регион наиболее привлекательным для граждан, в первую очередь, этих двух государств. Ну и довольно высокий процент проживающих у нас граждан Туркменистана, которые прибыли в наш регион с целью получения качественного и доступного образования. Если говорить про экзотику, уж простите, что так? Если говорить про экзотику, это тоже в первую очередь образование. Хорошо. Ну вот образование – это всего одно из направлений. Работа, убежище. Какие еще причины приезда в Беларусь слышите от иностранных граждан? Вы знаете, причины у каждого свои. Если брать 2014 год и события в Украине, в Донецкой и Луганской областях, то, конечно, многие ехали… В поисках мирной жизни. Да, да, это немаловажно. Кто-то в целью создания семьи приезжает, кто-то возвращается к своим истокам, потому что этнически белорусы, так сложилась жизнь, что они когда-то уехали, сейчас возвращаются на свою малую родину. Здесь очень много различных причин. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы можете отправить и на инфолинию Viber плюс 375-29-340-043-3. И все-таки, вот, отвечая на вопрос, почему Беларусь, почему Гомельская область, как часто слышите про безопасность, про комфорт, про людей? Что в первую очередь говорят иностранцы о жизни в Беларуси? Ну, в первую очередь, безусловно, отмечают безопасность. Безопасность, стабильность, качественное медицинское обслуживание, что немаловажно. И когда уже начинаешь разговаривать, спрашивать, где были, что видели, посещали, безусловно, все отмечают, что на Гомельщине очень доброжелательные, позитивные люди. Когда общаешься с ними, хочется приезжать еще и еще. Что ж, ну, прямо сейчас наша традиционная рубрика «Есть мнение», что в тему разговора думают гомельчане. Давайте посмотрим. Ну, по-моему, хорошо в Беларуси, поэтому приезжают сюда. Плохо бы жили, так не приехали. Я приехала из Донецкой области, с Украины. Ну, там шли военные действия, поэтому выбрала Беларусь. И как? Ну, мне нравится работа, хорошие люди, отзывчивая, красивая природа, поэтому я довольна. Мы приехали из Украины, Донецкая область, город Авдеевка. Это очень близко находится с Донецком. Приехали из-за военных действий, которые сейчас там происходят. Здесь нас приняли очень хорошо. Сначала были, понятно, трудности, очень много разных трудностей происходило. Но мы видели, что нас так вот поддерживали здесь. Каждый человек, каждая организация старались, сближали нас. И сейчас мы живем в прекрасном городе, хоть и небольшой. Родители работают на нормальных должностях. Им очень нравится. Я учусь. У меня такой порядок у нас и в чистота, и в административном вопросе, по-моему, решаются быстро вопросы все. Мне кажется, очень комфортно. Здесь условия проживания и, наверное, ведения бизнеса. Просто я не занимаюсь бизнесом, но мне кажется, что здесь у нас все вполне благополучно. Жену себе находят либо мужей. Я думаю, у нас самые красивые женщины, хорошие хозяйки и мамы. Возможно, здесь хорошие условия для их жизни. Ну, также у нас достаточно много достопримечательностей, культурных ценностей. Возможно, поэтому. Беларусь, в отличие, может быть, от других стран, очень спокойна. Здесь высокий уровень безопасности. Это из плюсов. Здесь очень красивые девушки живут. Я как человек, который объехал полмира, могу вам констатировать. Я знаю армянские здесь семьи. Семьи из Азербайджана, которые здесь приезжают, остаются. И, заметьте, у нас даже в лечебных учреждениях наших можно встретить врачей с таким, скажем, нетрадиционным цветом кожи. Кстати, хорошие врачи. И из Ирана, и даже из стран Африки, которые вот здесь остаются жить. Беларусь комфортная страна. И я надеюсь, что нас ждет хорошее будущее. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость в студии, напомню, начальник управления по гражданству и миграции УВД обл. сполкома Ирина Литвинова. Ирина Анатольевна, ну вот поговорим все-таки о тех, кто пребывает с целью постоянного места жительства. Новая страна, новое обычае, свои устои. Наверняка не без психологических барьеров и сложностей с этим связанным. Что считаете сегодня по-настоящему эффективными инструментами социализации иностранцев? Ну, вы знаете, в связи с тем, что большинство проживающих иностранных граждан, это все-таки граждане Российской Федерации Украины, то... Здесь проще. Да, как таковой проблемы социализации. Как минимум нет языкового барьера. Но ведь еще много проблем мелких. Новая страна, новый город, свои традиции. Если речь все-таки не про соседей. Если это касается граждан дальнего зарубежья, то в первую очередь мы изыскиваем возможность и предоставляем переводчика, чтобы доступно и понятно человек владел информацией, как ему ввести, куда можно сходить. Привлекаем соотечественников, которые давно проживают в нашем регионе. Конечно, конечно. А вот интересно, кто более необходим на первых порах? Переводчик или психолог? Особенно если речь идет о тех, кто приехали в поисках мирной жизни. Наверное, все-таки переводчик. Потому что даже психолога нужно перевести. Я предлагаю ввести на универсальную единицу психолог-переводчик. Можно. Хорошо. А вот говоря про нарушение местных порядков, скажите, чаще это происходит ввиду отсутствия знаний законодательства местного? Или это все-таки нежелание знать те законы страны, в которой живешь? Несмотря на то, что наши подразделения по гражданству и миграции очень много внимания уделяют профилактике совершения правонарушений иностранными гражданами. Это и выступления в средствах массовой информации, публикации в газетах, выступления в трудовых коллективах. Но тем не менее... Проблемы существуют. Пусть это не так явно. А что наиболее актуально? Ну, наиболее актуальное нарушение среди иностранных граждан это, во-первых, не вовремя зарегистрировались в определенный законодательством срок. Либо зарегистрировались по одному адресу, а проживают почему-то по-другому. Они как-то так это очень часто встречаются. И третья, наверное, тоже актуальная проблема это трудоустройство. Трудоустройство без специального разрешения и заключения трудового договора. Ирина Анатольевна, эту тему обязательно продолжим. Ну, а пока есть вопросы, которые поступили к нам на инфолинию Вайбер. Сейчас их озвучу и попрошу дать ответы на эти вопросы. На связи Мозырь. Собираемся с семьей в отпуск. Летим из Гомеля. Недавно узнала про некий список невыездных. Кто в нем может попасть и чем это опасно? Вот интересно, действительно. Действительно, да. Указом президента Республики Беларусь в 643-м об упрощенном порядке выезда из Республики Беларусь утверждено положение о так называемом списке невыездных. Туда могут попасть граждане Республики Беларусь, которые имеют неисполненное налоговое обязательство. То есть это должники, скажем прямо, в первую очередь? Да, это должники, это те, у кого не оплачены штрафы. Это также уклоняющиеся от призыва на срочную службу по спискам военкомата. Ну, и лица, которые находятся под следствием. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Слышал о конкурсе грантов для переселенцев из Украины. На каких условиях предоставляются деньги на открытие своего дела? Вопрос от Андрея и Ольги. Возможно, кстати, наши зрители не так давно приехали в Гомельскую область. По-видимому, да. Что касается грантов для переселенцев из Украины, должна сказать, что этим занимается Гомельская организация Белорусского общества Красного Креста, которая располагается в Гомеле по улице Прилитарской, 9. Поэтому, конечно, с условиями выделения грантов, скорее всего, нужно обратиться к ним. Это не компетенция нашего ведомства. В любом случае, как мне видится, это хорошая возможность начать свое дело в новой стране. Начать с чистого листа. Будем надеяться, что у Андрея и Ольги все получится. И еще один вопрос. В чем разница между понятиями гражданства и вид на жительство? Почему гражданство получить гораздо сложнее? Какие преимущества даст Серж Гомель? Ох, такой очень интересный вопрос. Он очень объемный. Ну, постараюсь ответить кратко, максимально. Ну, гражданство – это правовая связь человека с Республикой Беларусь, которая накладывает определенные права и обязанности. А вид на жительство – это, ну, или, если так правильно говорить, разрешение на постоянное проживание выдается иностранному гражданину, который постоянно будет проживать на территории нашей республики. В случае, если нет никаких льгот для получения гражданства в упрощенном порядке, то в нашей стране существует такое понятие, как во многих других странах – цензоседлости. То есть иностранцу необходимо прожить на территории Республики Беларусь 7 лет по виду на жительство, чтобы он смог в последующем подать документы для получения гражданства. Так вот почему, теперь мне хочется разобраться, люди так стремятся получить именно гражданство? Те, кто планирует здесь остаться надолго. Речь о том, что статус гражданина страны предоставляет больше социальных благ? Безусловно, потому что есть те предприятия и сферы, куда трудоустроиться может только гражданин Республики Беларусь. Это и воинская служба, и служба там в других определенных государственных органах. Поэтому, конечно, гражданство – это такая абсолютная социализация. Спасибо за ответ. И еще о регулировании миграционных процессов. Накануне эфира мои коллеги отправились в Калинковический район. И еще одна невыдуманная история как повод для разговора. Давайте посмотрим. Сегодня население Калинковического района составляет более 58 тысяч человек. Число постоянно проживающих здесь иностранных граждан по сравнению с этой цифрой сравнительно невелико – около полутора тысяч. В подавляющем большинстве это законопослушные люди. Проблемы с белорусским законом имеют всего около 2% иностранцев. И к этим людям повышенное внимание. В местном отделении по гражданству и миграции называют наиболее частые правонарушения. Проживание не по месту регистрации. Продляют регистрацию не вовремя. А по линии других административных правонарушений, то в основном это нарушения антиалкогольного законодательства, появление общественного мести в пьяном виде, распитие спиртных напитков. Также в сфере семейных, семейно-бытовых отношений случаются правонарушения, оскорбления, причинение телесных повреждений. Житель Калинковичского района Виталий приехал в Беларусь вместе с родителями еще в 1999 году в 6-летнем возрасте. Сейчас ему 25, и он уже успел неоднократно попасть в милицейские сводки. Сегодня его опять вызвали в райотдел, но уже не для профилактической беседы. Накануне Виталий получил уведомление о рассмотрении вопроса о его высылке из страны. В период проживания на территории Республики Беларусь вы дважды были привлечены к уголовной ответственности и 6 раз привлекались к административной ответственности. Из 6 раз привлечены к административной ответственности, 5 раз привлекались за нарушение административных правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка. Сегодня принимается решение, что вы обязаны покинуть территорию Республики Беларусь до 20 июня 2019 года. Виталий признается, большинство правонарушений совершил в состоянии алкогольного опьянения. Почему принимал на грудь перед выходом в город, сегодня и сам внятно объяснить не может. И ждал автобуса, микроавтобуса. Подъехал микроавтобус, я думал, это маршрутка. Открывается дверь, а там ОМОН сидит. Я начинаю заходить, и потом понимаю, что там ОМОН, и начинаю выходить, и говорит, нет, садись сюда. Но я был выпивший, я уже был неправ, и все. И за нахождение в трезвом виде мне дали штраф. По закону в течение месяца Виталий может обжаловать решение Калинковичского районного отдела внутренних дел вышестоящей инстанции в областном управлении, хотя вероятнее всего делать этого не будет. Говорит, что поедет в Москву, где у него есть друзья. В Беларуси остаются жена и мать. Согласно принятому в РОВД решению, вернуться к ним он сможет только через 10 лет. Хотя закон не исключает возможности подачи заявления с просьбой уменьшения этого срока или выдачи разрешения для приезда в Беларусь на определенный срок. На те же юбилеи матери и жены. Иностранец может обратиться с заявлением о сокращении срока запрета на въезд. Зачастую такие решения принимаются Департаментом по гражданской миграции, и иностранцам разрешается въезд в дальнейшем. То есть не обязательно, если объявлен 5 лет или 10 лет запрета на въезд, то это не значит, что только через 5 лет можно въехать. Если получено разрешение о сокращении срока, либо разрешение разового въезда, то иностранец может приезжать в Республику Беларусь. Но конкретно определенное время, которое указано в решении. Потому что если въедет до окончания срока, либо не в срок, который указан в решении, это будет грозить уголовной ответственности. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня гость студии, начальник управления по гражданству и миграции ВОД обл. исполкома Ирина Литвинова. Ирина Анатольевна, ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. Ну, сейчас мы видели рейдовые мероприятия, которые проводились на территории Калининговического района. Хотелось бы отметить, что наша служба занимается не только документированием граждан, выдачей видов на жительство, но и осуществлением контроля за пребыванием иностранных граждан на территории Республики Беларусь. И в случае нарушений приходится реагировать. Пусть это не самая приятная, наверное, часть службы. Да, это, безусловно, не самая приятная. Но, тем не менее, с гражданами, которые нарушают, нам приходится расставаться. Повод задуматься для тех, кто смотрит. Двигаемся дальше. Трудовая миграция. Много ли жителей нашего региона ежегодно отправляются на заработки за границу? Есть ли такая статистика? На сегодняшний день наблюдается незначительное увеличение граждан Республики Беларусь, которые выезжают на заработки за пределы Республики. В первую очередь, чем это связано? С изменениями на внутреннем рынке труда, когда определенные специальности становятся менее востребованы. Ну и второй немаловажный факт. Как говорят, спрос рождает предложение. Когда, если в 2016 году у нас было 7 лицензиатов, которые предлагали свои услуги по трудоустройству за пределами Республики, то на сегодняшний день их стало 14. Соответственно, увеличилось количество предложений. Оно стало более разнообразным. Сейчас отправляют не только в Российскую Федерацию. Хотя это преимущественно, я так понимаю. Да, но это также и Республика Польша, Чешская Республика, Литовская. Ну, конечно, и уже можно что-то выбрать для себя, те, кто не нашел занятость в нашем регионе. Что-то выбрать, но хочется же, чтобы это в первую очередь было безопасно. Даже если думаешь в первую очередь про заработок, надо подумать и о своей безопасности. Если не сам, то уж семья должна об этом позаботиться. Какие советы в связи с этим могли бы дать зрителям? Планируется поездка за границу на временную работу, либо постоянную? В первую очередь это соблюдать осторожность. И, конечно, если вы уже решили выехать на работу за пределы, то прибегать к услугам лицензиатов. Список этих лицензиатов размещен у нас на сайте УВД Гомельского облсполкома. Как я уже говорила, их 14. И это в связи с тем, что это лицензируемый вид деятельности, лицензиат, он берет на себя определенную ответственность. То есть он обеспечивает гражданина не только работой, но в трудовом договоре он оговаривает и условия заработной платы. Это и соцпакет какой-то, возможно. И самое главное спрос. Это спрос, и человек чувствует себя защищенным. То есть в случае, если ему что-то не подойдет, либо не понравится, он будет знать, куда обратиться, и высказать какие-то свои претензии, что тоже немаловажно. Спасибо большое. Это действительно тоже полезные советы. Но мы двигаемся дальше. Еще очень важное направление для разговора. Паспорт, документ, который есть у каждого гражданина. Главный документ гражданина любой страны. Какие сроки сегодня предусмотрены для получения и обмена паспорта? Для получения паспорта, как и для обмена, срок установлен административной процедурой составляет один месяц. В случае необходимости какого-то ускорения существует и такая процедура. Можно ускорить, заплатив одну базовую величину и получить паспорт за 15 дней. А для жителей областного центра в течение 7 дней, заплатив 2 базовые величины за ускорение. Говоря про специфичность оформления паспорта для ребенка, буквально несколько слов об этом. И, конечно, ваш совет, с какого возраста это стоит делать? Поскольку у нас паспорт – это документ, который является для выезда за границу. В первую очередь? Да, да. Каждый гражданин, достигший 14-летнего возраста, уже обязан иметь паспорт. Он автоматически получает этот документ, а вот при более раннем выезде за границу нужно оформлять. То есть, если это 3 месяца от роду, то нужно оформить паспорт? Да, такого маленького гражданина не выпустят. А как же фотографии? Вот прям что? В кроватке, в коляске? Нет, почему в кроватке, в коляске? Очень красивые, в чепчиках, с косыночками, в шапочках. Очень красивые фотографии получаются. Мне подсказывает, еще накопилось достаточно вопросов от зрителей программы на нашей инфолинии Viber. Давайте попробуем ответить по возможности на все, конечно. Как быть, если фотография в паспорте, сделанная годами ранее, уже не актуальна? Я кардинально изменила имидж и сама себя не всегда узнаю. Интересуется Ольга. Вот знала, что вопрос от женщины. Конечно, бывает, потому что женщины, они любят изменять свой внешний облик. В случае, если паспорт действителен по сроку, то Ольга может вполне им пользоваться. Но если она очень кардинально изменила имидж и возникают проблемы при пересечении границы, то она может обратиться и поменять паспорт в связи с непригодностью для использования. Это допустимо. Спасибо большое. Ирина Анатольевна, есть звонок на линии. Давайте выслушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Ваш вопрос. Елена Анатольевна, слышала, что у нас планируется ввод биометрических паспортов в Республике Беларусь. Просто интересно, когда это будет и кого в первую очередь коснется. Спасибо. Это так и хочется пошутить. Гости из будущего. Но тем не менее, насколько это будущее вблизи? Вы знаете, при вводе биометрических паспортов, я думаю, что информация появится в средствах массовой информации. Безусловно, это коснется всех жителей нашей республики. Ну и дополнительно мы об этом узнаем. Это не ближайшая перспектива? Нет. Хорошо. Возвращаемся снова к вопросам, которые поступили на инфолинию Вайбера. Паспорт весь в штампах, а снова скоро предстоит поездка за рубеж. В случае, если в паспорте осталось две чистые страницы для визы, либо меньше, то, конечно, паспорт необходимо заменить. На период обмена вы вполне будете пользоваться старым паспортом. В случае, если действительная виза в этом паспорте, то при получении нового паспорта вы можете обратиться с заявлением и оставить предыдущий паспорт на руках. Значит, все страницы в нем будут погашены, за исключением страницы, где вклеена действительная виза. На этот момент у человека будет два паспорта? Да. Хорошо. Двигаемся дальше. Вот интересный вопрос от Кирилла из Гомеля. Почему нельзя улыбаться на фото для паспорта? Ну, требования к фотографии предусмотрены нормативно-правовыми документами той страны, которая изготавливает паспорт. Ну, я думаю, что, наверное, улыбаться лучше на художественной фотографии. Это все-таки официальный документ? Конечно. Это документ, удостоверяющий личность. Поэтому улыбку оставим для художественных фото. Хорошо. Спасибо большое. В отличие от нашей страны, жители России имеют два паспорта. Какие функции они выполняют? Это действительно так? Вот я, например, об этом не знал. Ну, сейчас, скажем так, идет процесс паспортизации. Значит, два паспорта предусматривают собой. Это идентификационная карта для внутреннего пользования и так называемый заграничный паспорт. Это в том обычном виде, к которому мы привыкли видеть. Паспорт с листиками, куда вклеиваются визы. Спасибо. О регистрации я говорила в начале программы. То есть, в принципе, по приезду в Республику Беларусь в пункте пропуска иностранный гражданин может воспользоваться и зарегистрироваться. В случае, если он впервые приезжает в Гомель и останавливается, то, конечно, в течение пяти дней, за исключением воскресенья, а также праздничных дней, объявленных выходными, он должен обратиться в подразделение по гражданству и миграции, по предполагаемому месту жительства и оформить временное пребывание. Хорошо. Вот все-таки близится лето, сезон отпусков долгожданных. Какие ошибки по невнимательности, а это самое обидное, могут помешать заграничной поездке? Конечно. Вы располагаете тысячей невыдуманных историй. Что наиболее повторяющееся? Наиболее повторяющееся, ну, это в первую очередь срок действия документа для выезда за границу, поэтому обращайте внимание на паспорт, не поленитесь открыть его, свой, своих несовершеннолетних детей, с которыми вы собираетесь в поездку, обратите внимание на наличие печати, может быть, с течением времени они уже стерлись. Ну и, конечно, для взрослых рекомендовала бы обратиться по месту жительства в подразделение по гражданству и миграции и узнать, может быть, вы внесены в список лиц, въезд которых временно ограничен из Республики Беларусь. То, о чем говорили заранее. Вроде бы простые действия, которые помогут со спокойной душой отправиться за границу. Есть звонок на линии. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем, представьтесь. Наталья Гомель. Ваш вопрос. Значит, вопрос у нас такой. Гражданин Палестины является друг моей дочери, они студенты Киевского медицинского университета. И вот они бы хотели уже в второй год приехать к нам в страну, но в связи с тем, что он гражданин Палестины, нам не дают приглашение его, ну, на него, потому что в стране военные действия, в Палестине. Может, в этом году, как бы в связи с проведением европейских игр, он может как-то к нам въехать, как турист? Спасибо за вопрос. Вы знаете, что, ну, конечно, в связи с проведением европейских игр он может посетить, купив электронный билет на какое-то спортивное мероприятие. Но если касается вопрос именно оформления приглашения, то тогда я бы рекомендовала номер телефона оставить, и мы бы после программы связались с данной гражданкой и уточнили более подробно все-таки. Все контакты мои коллеги записывают, все вопросы, на которые не сможем сегодня в рамках эфира, не успеем ответить, тоже будут зафиксированы. Я думаю, что на все обращения вы сможете дать ответы в ближайшее время. Постараемся. Спасибо. Ну, вот еще из актуального, выезд за границу, семья, детки, основные вопросы часто по поводу выезда несовершеннолетних детей. Вот на что бы сориентировали родителей, особенно те, кто живет по отдельности? Выезд несовершеннолетнего ребенка осуществляется согласие законного представителя. В случае, если ребенок едет с одним из законных представителей, то согласие второго не требуется. Но если ребенок выезжает, например, в составе группы детей на оздоровление, то тогда необходимо согласие обоих законных представителей, которое должно быть заверено нотариально, либо в территориальном подразделении по гражданству миграции. Часто бывает, что действительно и в этом случае делят детей. Как быть, если один за и один против? Дорога в суд? Как правило, да. А как насчет мнения ребенка? Вот все-таки есть вопрос отдыха. Я думаю, уже ребенок может дать, по крайней мере, свое мнение на этот счет. Ну, вы знаете, я не встречала таких ситуаций, когда не могли договориться, если речь идет об оздоровлении ребенка в летний период. Вот всегда родители, в первую очередь, как бы там ни было конфликтной ситуации в семье, превыше всего ставят интересы самого ребенка. Ирина Анатольевна, буквально несколько минут остаются у нас в эфире. Я бы хотел, чтобы мы частично об этом уже говорили, чтобы вы зрителям рассказали о том, каким может стать паспорт будущего белоруса. Биометрические данные, возможно, будут учитывать. Вообще, какие задачи ставят перед собой разработчики? Наверняка, какого-то разработки ведутся и сейчас. Да, безусловно, ведутся разработки биометрического паспорта, где будет помещена электронная подпись, что значительно облегчит и расширит диапазон действий с данным документом. Ну и, конечно, он будет максимально приближен для комфортного его использования. Так, хотел подвести итоги, но есть еще один звонок. Воспользуемся несколькими минутами. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Иванович. Подскажите, пожалуйста, изменились ли законы по получению гражданства и... Как это сразу? Куда вам обратиться нужно, да, вы хотите спросить? Нет. Какие сроки получения гражданства? И до гражданства 7 лет было в виде нажительства. Получение в виде нажительства и потом получение гражданства. Такие сроки остались правильные или изменилось чего-то? Спасибо большое. Спасибо за звонок. Ну, как бы существенных изменений законодательства по данному вопросу не было за последнее время. Единственное, что не могу полно и досконально ответить, потому что в зависимости от определенных обстоятельств, что связывало ранее с Республикой Беларусь, может быть, это этнический Беларусь, зависит также и предоставление гражданства. Оно может быть либо в льготном порядке, либо, как я говорила, уже по истечении 7-летнего срока постоянного проживания. Если все-таки есть вопросы, вот такие точечные, конечно, выслушиваете всю историю от и до для того, чтобы разобраться. Кто подскажет, кто поможет, куда идти? Это управление по месту жительства или это ваши коллеги в управлении по гражданству и миграции УВД обл. полкома? В первую очередь, конечно, территориальное подразделение по гражданству и миграции. В случае каких-то уже очень сложных и каверзных вопросов, тогда можно обращаться в управление по гражданству и миграции. Мы всегда выслушаем и, конечно, поможем, растолкуем законодательство. Итак, ну а сейчас все-таки подведем итоги этого 40-минутного диалога. Спасибо в любом случае за эту полезную информацию. Постарались точечно задействовать и одну сферу, и вторую, и о паспортах, и о мигрантах, и о тех, кто требует убежища поговорить, и о тех, кто приезжает сюда на учебу. Я хочу эту минуту эфира в финале программы подарить вам для того, чтобы подвели черту в разговоре. Спасибо за подаренную минуту. Конечно, подводя итог, хотелось бы еще раз напомнить, что близится сезон отпусков, поэтому... Горячая пора и для вас. Да, да, поэтому заблаговременно загляните в свой паспорт, посмотрите его срок действия, проверьте документы на членов своей семьи, с которыми планируете выезд за границу, ну и, конечно, будьте бдительны, не теряйте паспорт. А если что, поможете. Безусловно. Спасибо, Ирина Анатольевна, за эту информацию, друзья. Но, а я же напомню, что сегодня гостей программы «Диалог» была начальник управления по гражданству и миграции УВД обл. сполкома Ирина Литвинова. Спасибо за внимание, за активность. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова